Во Владивостоке состоялся форум «Экспортный потенциал Приморья». Мероприятие объединило широкий круг компаний малого, среднего и крупного предпринимательства. Для нас это первое большое мероприятие офлайн, то есть физическое, когда люди могут прийти и пообщаться. В этом уже его ценность, несомненно. Но проблематика, куда мы пригласили более 30 спикеров, в том числе представителей РАИО, официальных органов, она... получить информацию для предпринимателей с первых круг тоже очень важно. Предприниматели поделились личным опытом, обсудили экспортные стратегии и логистику. Местом для диалога между бизнесом и государственными структурами выступил один из ведущих университетов Дальнего Востока. Мы являемся партнерами традиционно форума «Экспортный потенциал Приморского края», потому что, на мой взгляд, университеты Приморского края являются активным участником этого процесса и экспорт российского образования сегодня возведен в ранг общероссийского или российского проекта. Среди предпринимателей должна существовать здоровая конкуренция. Организаторы форума не остались стороне и наградили лучшие в своих сферах компании. Прошлый год показал, что в кризисное время местный бизнес попадает в серьезную зависимость от региональных соседей, а значит, Приморью необходимо расширять число внешнеэкономических торговых партнеров, а также активно помогать экспорту. Есть большие препятствия для экспорта, потому что всем известны стандарты и российские нормативы для работы на территории РФ, но в момент экспорта требуется большое количество разрешительных документов, сертификатов, и здесь мой бизнес помогли нам как в аналитике, подготовке информации, что нам нужно для того, чтобы начать экспорт, так и непосредственная помощь в оформлении этих протоколов, сертификатов международного уровня. Третий экспортный форум прошел в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Приморской торгово-промышленной палаты и бизнес-объединений. Всего мероприятие собрало более 300 участников. Екатерина Зверева, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.